Итак, мы продолжаем нашу тему. Когда мы... О, ты проснулся уже, слава богу. Ну дай хоть пять минут порадоваться. Я не спал уже. Не, я знаю, да. Если бы ты спал, то ты бы вот так спал бы, а так ты сидел, получается уже не спал. А, на ногу? Я поставлю организатор, чтобы он на твою ногу смотрел сюда. Дадим новое служение ему, ноговой. Да, 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 да. Итак. Поклонение. Зачем приходить в молитвенную комнату? Знаете, всегда нужно задавать, а зачем? Зачем? У меня есть одна проповедь, называется... Так, я ее назвал... Типа такого, а зачем? Всегда мотив, знаете, мотив, он... Это самое главное. Зачем? Потому что, если, допустим, часто люди, знаешь, допустим, человеку что-то нужно, он просит, просит, просит... Допустим, есть такие очень... Такая популярная, знаете, молитва. Дай Божья работу. Вот придет человек покаяться, Бог вроде и простит его, все нормально. И дай работу, дай работу. Даст Бог хорошую работу, все, и человек теряется, все. И не маю. И, вы знаете, я не говорю, что не надо молиться и просить работу, но когда твое отношение с Богом только дай, ты не смотришь на Бога как на личность, ты смотришь на Его руку, чтобы Он тебе что-то дал, тогда твой мотив неправильный. И в конце концов, это ненадолго. Поэтому общение с Богом в тайной комнате, это когда... Общение с Богом в тайной комнате, это... Это... Это, знаете, как... Похоже с целованием сердца. Ты целуешь Божье сердце. Бог целует тебя. Это любовь. Мотив единственный у тебя должен. Библия говорит, возлюби Господа, не попроси у Бога твоего. Заповедь номер один. Попроси у Бога твоего. Нет, возлюби Бога. Понимаешь, возлюби, возьми, возлюби. Я, знаете, когда мы по квартире ходим, и я смотрю, мой сын идет на... Я, знаете, что я делаю? Я беру его за уши и целую. Сынок идет мимо меня. И он пошел там на кухню, я в зал пошел. Когда мы с ним встречаемся, я просто... Ну, как бы, это любовь, понимаете? То есть, когда мы приходим в молитвенную комнату, мы должны приходить из-за любви. Единственный момент, когда вот твое отношение, ты любишь Бога. Ты приходишь из-за любви, из-за того, что ты хочешь соединиться с Ним через твой дух. Это единственный мотив, который сможет удержать тебя в вере в Бога, в церкви, это само собой. Если только человек уклоняется, знаете, как можно вот ехать на автомобиле, немножко, например, рулю тебя, если влево ведет немножко, ты едешь, и потом ты понимаешь, что если ты так будешь ехать, ты навстречку выйдешь, знаете. Ну, вроде как бы прямо, ну, немножко, знаете, в сторону. И это и есть опасность в этом, когда человек не бодрствует, когда его молитвы превращаются, дай, 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 дай. Давайте, читая 95-й псалом с 1-го стиха. Смотрите, псалом Давида. «Воспойте Господу песню новую, воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он, паче всех богов. Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие при лицом Его, сила и великолепие в освятилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу и имени Его, несите дары Его, идите во дворы Его, поклонитесь Господу во благовлепие святыни, трепещи перед лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому что тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумят море и наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликует все дерева дубравные. И при лицом Господа, ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Смотрите, как разнообразно, разнообразно вот слова Давида, как они разнообразны. Он Бога хвалит, он понимает, что и природа, даже ветер идет по макушкам деревьев, и это все хвалит Бога. И хвалит, он небеса сотворил, он идет судить всю вселенную, будет судить по правде. Смотрите, вот разнообразие. Не просто дай, дай, дай что-нибудь. Я представляю, Давид, Боже, вот тебе список, значит, псалом Давида. Некоторые такие псалмы сами делают. Подойдет еще паса, давай помолимся. У меня здесь мой псалом. Вот я поработаю за работу, за учебу, то мне 300 долларов нужно туда дать. То есть вот такой у людей такие псалмы. Ну, давайте смотреть на Давида. Благословляйте имя Господне. Давайте будем просто славить Бога. Фокусироваться, ну, как бы дружить с Богом. Моисей был назван другом Бога. Нет, я думаю, как бы лучше, когда Бог называет тебя своим другом. Вы помните, когда Иисус ученикам своим, говорит, вы теперь друзья мои. Но сначала были такие отношения, а потом Иисус как бы выравнивает отношения и говорит, вы друзья мои. Ну, знаете, надо стремиться. Здесь всегда есть как бы некий рост, знаешь, когда ты можешь быть ближе к Господу. Все зависит от человека. Иоанну никто не говорил, будь ближе к Иисусу. Вы знаете, да, Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа. Библия говорит, что он возлежал ему там на плече. То есть он был ближе всех. Кто, ну, кто ему сказал быть ближе всех? Да нет, он сам себе сказал. Из 12 учеников Иоанн просто сказал, а я ближе всех буду. И когда место занимают, Иоанн первый к Иисусу. Он первый возле него, он хочет быть ближе, близким к Иисусу. Это зависит от решения человека. любимый ученик Иисуса Христа. Итак, поклонение. Когда мы приходим в комнату, самое главное наше служение, это приходить для поклонения Господу. Сначала ты ничего не будешь чувствовать. Сначала, может быть, не будет переживаний каких-то. Но здесь, знаете, самая главная стабильность. Самая главная стабильность. И порой нужно ждать какое-то время. Знаете, мы живем в плоти, мы решаем много дел, там, каких-то проблем, там, работа и так далее. Но теперь, что нужно делать, чтобы переживать, начать переживать Бога? Нужно входить в дух. Потому что Бог есть дух. Бог не находится на уровне души и на уровне плоти. Бог находится на уровне духа. И чтобы войти в дух, нужно время порой. И чем чаще ты будешь входить в дух, тем быстрее ты будешь попадать в дух. То есть, понимаете, Бога, Бога нельзя сказать, где он, дед, где Бог? Слушай, Бог находится внутри тебя. Библия говорит, Царство Божие внутри нас есть. Почему я, например, когда молюсь, я закрываю глаза? Почему? Потому что внешне то, что вокруг меня находится, это меня не интересует. Там нету Бога. Бог находится в моем сердце. То есть, знаете, как будто мобильный телефон находится в моем духе. Поэтому мне нужно сосредоточиться, сосредоточить свою душу, свой разум на своем внутреннем человеке. Потому что здесь пункт переговора с Богом. Переговорный пункт здесь, внутри. Я начал слышать одну проповедь. Я помню, среди всех моих проблем, которые у меня были, в тот момент, такой непростой период времени, я помню, у меня было два мощных переживания с Господом. За 26 лет, такие, когда вот Господь приходил ко мне. Я его не видел физическими глазами. Но это было, знаете, это было очень-очень мощное переживание, когда ты понимаешь, и ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, что Иисус к тебе подошел. Допустим, если Сергей закроет глаза, он будет один в этой комнате. Да? И если я вот так, смотри, ну, закрой глаза, смотрите, я сейчас делаю так. Он меня не видел. Ну, ты чувствовал, что я к тебе подошел? Откуда ты знаешь? Ты же не видел меня. Ну, он знает, что он знает, что он знает. Однажды, в Советском Союзе это еще было, все времена, когда я начал читать Новый Завет, я читал Евангелие от Матфея, 10 главу. Я открыл Евангелие от Матфея, и там Библия говорит, я призвал Иисуса учеников своим, дал им власть проповедовать Евангелие, исцелять, изгонять бесов, и послал их проповедовать Евангелие. В этот момент, когда я лежал на кровати, я почувствовал, как Господь подошел. Подошел ко мне, я начал дрожать. Вы поймите, что я раньше в церковь не ходил, я не знал, какие бывают церкви вообще, я ничего не знал. Я просто начал читать Новый Завет. И я услышал голос, когда Господь проговорил в мое сердце, Он говорит, хочешь ли ты, я пошлю тебя, как апостолов, по этой земле проповедовать Евангелие, исцелять, изгонять бесов. И Он мне не торопил, мне нужно было выбирать, я лежал на кровати. Я понимал, что Господь подошел ко мне. Этот Господь, про Которого я читаю, Он живой. Он живой. Ты скажешь, ну, откуда ты знаешь? Знаете, откуда? Я ему сказал, да. И тогда я услышал голос Божий. Он сказал, встань на колени, отдай мне свою жизнь. Я встал на колени и отдал жизнь Господу. Как узнать, был ли это Бог? Все очень просто. Скажем, это пророчество сбылось или даже, скажем, сбывается. Аминь. То есть, если у меня был договоренность с Господом, что я буду идти по этой земле, проповедовать Евангелие, через, скажем, 5-6 лет я пришел в церковь, и через 6 лет я начал проповедовать Евангелие, и 20 лет я уже проповедую Евангелие. Посетил где-то 400 церквей с проповедью Евангелия. Был ли это Иисус? Иисус был. То есть, если бы я до сих пор сидел где-нибудь там, никому не проповедовал, тогда ты бы смело мог сказать, может быть, дьявол был, или вообще тебе там приснилось что-то. Но это был Иисус. Второе переживание, когда я имел такое, знаете, когда уже прошло время, и я, знаете, как бывает, человек потерялся, человек сбился, мы бывает сбиваемся, мы бывает, дьявол бывает обманывает. Но поймите, что как дьявол поражает христиан? Всегда через обман. Он даже не напрягается. Он сможет тебя обмануть, а обмануть человека на самом деле очень легко, если он не знает истину. И я попал в какой-то момент в своей жизни в обман, и начались какие-то проблемы у меня, и вот это поклонение Богу, оно нарушилось. Я никогда не перестал ходить в церковь, даже имея проблемы. Я такой, знаете, как вообще я всем христианам говорю, будь этим, собачка есть такая маленькая, как она, нет, которая хватает зубами и не отпускает. Бультерьер, такой, бультерьер. вот они хватают, у них нету по системе, у них нет там системы разжатия, нет. То есть они все, если он тебя схватил, это очень опасная собака, я когда вижу таких собак подальше отхожу, но он хватает и не отпускает. Вот я всегда христианам говорю, стань духовным бультерьером. За Бога нужно хвататься. Пойми, сегодня у меня, я заметил, жизнь с христианством, это знаешь, у тебя может быть подъем, и ты сегодня, вау, такой герой, выбегаешь на улицу, там им молятся за исцеление, ты такой крут, но завтра, года через 2, 3, 4, 5, могут быть проблемы. Бог не хочет, чтобы у тебя были проблемы, но есть враг, есть человек, есть человеческое, есть враг, который хочет атаковать, конечно, надо, чтобы ты не падал, но все-таки Библия говорит, праведник падает, а когда падает, это больно, но что там дальше написано, праведник встает. Со мной сегодня? Аминь. Поэтому стань бультерьером, за Бога нельзя, я поеду в церковь начал ходить. Так нельзя делать. Надо хвататься за Бога, потому что Иисус говорит, я не пришел принести вам мир, но меч, потому что придет разделение, когда тебе твои могут родные, близкие тебе говорить, что да не надо, Бог будет тебе одно говорить, а дьявол будет самых близких порой подводить, которые бы останавливали бы тебя. Когда я собирался ехать учиться на второй год библейской школы, Астана, это столица Казахстана, сделалась, вернее, Целеноград, или тогда Кмала была, я уже не помню, там они меняют каждый год. В общем, мой город, из которого я родом, его сделали столицей, а что это означает, что все инвестиции, там очень много работы, и когда включал радио, я музыкант профессиональный, и по радио звучало предложение, и говорили, о, государственный казахский духовой оркестр, симфонический оркестр, ты можешь пойти туда, и у тебя будет квартира, у тебя будет хорошая зарплата, и, то есть, духовой оркестр приглашаем, потому что не было музыкатов, нужно было набирать, быстро делать столицу, знаете, все, все очень быстро, и мой папа слышал это, и подбегал ко мне, и говорит, вместе с мамой, они говорили, Олег, какая Алмата, о чем ты, зачем, зачем, зачем тебе эта церковь, и самое интересное, что в нашем городе была такая же церковь, как филиал, можно было не ездить за 1200 километров, а ходить в эту церковь, где есть работа в государственном, там, симфоническом оркестре, или в духовом, но Господь сказал, езжай, причем, хотите сказать, как он это сказал, я был на конференции, и пастор вышел и говорит, мы открываем второй год библейской школы, ты можешь приехать учиться второй год библейской школы, я сказал, Господь, я не знаю, я сейчас помолюсь, и я начал молиться на языках, господи, и внутри, Господи, скажи мне, учиться мне на втором году библейской школы, я начал, стою, молюсь, молюсь, минут пять, конференция, 10 тысяч человек зале, и мой мозг начинает понимать, что я говорю да, да, то есть, я вне моего, знаете, как будто кто-то вместо меня говорит, да, 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 иные языки, аллилуйя, да, 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 да. И все, я через несколько месяцев Собираю чемодан, я помню это утро, когда папа забегает, сынок, вот, духовой оркестр, зачем тебе Алма-Ата, знаешь, я говорю, нет, нет, все, я еду, я еду. Знаешь, написано, знаете, написано про Иисуса Христа, думали, вы помните, там есть местописание, что пришли взять Иисуса, думали, что Он вышел с ума, то есть, что с Иисусом что-то не так, вы помните, есть в Библии, и иногда на тебя смотрят, Библия говорит, мы должны быть безумны Христа ради, Христа ради, а не просто безумны, это очень важно, подчеркнуть, Христа ради, и я помню, я уезжаю в библейскую школу, смотрите, я учусь в библейской школе, через время я остаюсь в Алма-Ате, я на, потом приезжает учиться в библейскую школу, моя супруга, мы с ней знакомимся, через год мы женимся, и через год уже Моисей у нас родился, и уже через время какое-то я начал служить в церкви, А если бы я остался в духовом аркисты, как, вы понимаете, да, вот я смотрю на свою судьбу, кого слушать, потому что на самом деле мои родители думали, что-то у меня с головой, А я в детстве болел менингитом, но он был легкой формой, а это такая очень страшная болезнь, после менингита человек или умирает, или становится, ну, больным, да, но у меня была легкая форма менингита, Но мой папа сказал маме втихушку, так что все равно я слышал из соседней комнаты, что это из-за менингита, и я сказал, Господи, спасибо тебе Это неприятно, да, сейчас смешно, но это неприятно, когда ты не слышишь о благословении, да, твои родители думают, что у тебя с башкой что-то ненормально Вот ты послушен Богу, потому что в молитвенной комнате, понимаете, моя молитвенная комната была в зале, где мои иные языки на вопрос учения в библейской школе Начал говорить, да, 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 это моя молитвенная комната Я получил это слово, и я пошел как по слову Божьему, не по слову человеческому, потому что человеки тоже будут говорить, но по слову Божьему Пошел и пришло благословение, а потом, когда начался телеканал СНЛ, и меня стали показывать по телевизору Представляете, папа сидит, знаете, как родители с пультом сидят, знаете И у нас телеканал СНЛ, ну христианский, первый христианский телеканал на русском языке И я на саксофоне, там один клип, второй клип, третий И батя, ооо, сына показывает Вот это да, знаете, там я где-то проповедую Конференция в Германии Все, и говорят проповедников таких великих И будет также Олег Назарчук на саксофоне И Александр Соколов будет петь в времени конференции И папа сидит, ооо Я уже приезжаю домой, уже ооо А я думаю, что родители, конечно же, поняли, что они были неправы Когда я нашел прекрасную жену, женился, у меня жизнь начала в Алмате В Алмате начала жизнь налаживаться Как бы я хотел То есть желание моего сердца в центральной церкви Я думал поехать в какое-то село, где угодно проповедовать Но Бог говорит, Бог тоже начал говорить, не езжай после библейской школы, никуда Где? Будет в центральной церкви Ну что я здесь буду? Бог, можно мне куда-нибудь в Караганду, знаешь Нет, нельзя, вот здесь будь И я не знал, что Бог приготовил для меня вообще служение в центральной церкви Но пророчество должно исполниться Вы помните, сегодня я вам рассказывал Когда пророк Божий сказал Тот, кому я сейчас говорю Тому, кому я сейчас говорю Оно исполнилось Я про него порой забыл И иногда ты можешь забывать о пророчестве Но когда Библия говорит, Бог говорит Он бодрствует над тем, чтобы Его Слово исполнилось Даже если ты забыл Иисус много раз своим ученикам говорил Я воскресну, я воскресну, я воскресну Он умер Он воскрес, и все не поняли, где делся вообще Да я же вам говорил А, точно Вспомнили, да? Ну мы же похожи на Бога, да? Библия говорит И вспомнил Бог об Аврааме Да? Бог иногда тоже забывает Если ты забываешь, это вообще не порок Это Бог такой И вспомнил Бог о Ноле, да? И вспомнил Бог об Аврааме Знаете? Я думаю, Бог где-то там на галактике летает На Херувимах Фу, там летает А потом думают Слушай, Авраам же там на земле Чем же, ребенка ему надо Ладно, вернемся, дадим Все будет нормально Полетели еще Посетим пару галактик И, знаете, фу Это круто Аллилуйя Небеса это круто Небеса это реальность Понимаете? Твоя вера будет сильна Когда ты начнешь Бога Переживать Переживать его ветер Не просто Там говорят В церкви говорят Пастыря говорят Знаешь, есть передача Пусть говорят Но поймите, что Нельзя, чтобы у тебя была вера На пусть говорят Библия говорит, чтобы вера ваша Созидалась не только в слове Но и в силе Когда ты заходишь в молитвенную комнату Ты молишься на языках И вот я вам рассказываю Вторую ситуацию в моей жизни Была такая Знаешь, сухость в молитве Сухость Вообще Просто Никакая И вопросов куча к Богу Бога Почему? Что случилось? Я слышал проповеди Поклоняйся к Богу Поклоняйся к Богу И он решит Придет и решит Все твои проблемы За пять минут Вот так один пастор сказал Меня как ударило Я помню Я подумал Буду поклоняться Богу Не буду ничего просить Буду поклоняться Богу Я просыпался в шесть утра Мы жили у Бабдуси У нас в Алмате Честно Много Бабдуси Вот студенты Они постоянно Ты где у Бабдуси? У какой Бабдуси? Маленький, низкий или высокий? А вот этой Бабдуси Которая оттуда То есть все Все Мы четыре человека У Бабдуси Бабдуси это просто И вот Да Лига Бабдуси И я утром просыпаюсь В шесть утра Знаешь Знаешь Поклоняться Богу Это Ну кто-то скажет О это наверное Прям вообще сразу весело будет Я вам честно хочу сказать Я просто помню В шесть утра Я просыпаюсь И иду Там у нас коридор Был кухня На поклонение Богу Закрываю дверь Там что Я вот выхожу Я говорю Господи Я поклоняюсь Тебе Господь Я поклоняюсь Тебе А в ответ Тишина просто Ни переживаний Ни чувств Ни голосов Ни Ничего Ты просто сухой как лист Господь я поклоняюсь И спать хочешь Аминь Поклонился Полчаса Поклонялся Пошел спать А следующий день Я встаю Ты куда? Я по слову Господню Господь сказал За пять минут Если придет Решит все мои проблемы Даст мне слово какое-то Я помню Я проснулся Следующий день Вышел на поклонение Господи Я поклоняюсь Тебе Ты сотворил Небеса и землю Ты сотворил все Ты великий Господь Ты сотворил все Господи Слава Тебе И я начал поклоняться Второй день Ничего Третий день Ничего Десятый день Ничего Ты просто поклоняюсь Ты делаешь свое дело Ты не можешь Знаешь Бога Ты не можешь заказать Небо Небо Она знаете У него свое время У небес Свое время Я помню Я В обычное утро Проснулся Пришел на поклонение Сейчас я расскажу Духовное переживание Знаете как Самое Сложное Человеческими словами Сказать то что происходит В духовном мире Потому что там все Немножко по другому Вот что произошло Когда я начал поклоняться Я так же начал ходить Ничего не чувствую Ни голосов Даже переживаний Не было духовных Я не чувствовал Божьи помазания И так далее Я просто ходил Господи Ты великий Я склоняюсь Перед тобой Встать на колени Поклоняться Богу Хвалить Его Петь Песни Поклоняться Неожиданно Ну знаете Я был с закрытыми глазами Я почувствовал Ветер Ветер Который состоял Из любви И кто-то идет Ко мне Это Ну я вам сейчас говорю Я многим Рассказываю этот случай Потому что Это переживание Ну скажем Личная встреча с Иисусом Ветер Который состоит из любви Я почувствовал Любовь Иисуса Так сильно Знаете Что я понял Что Как я его люблю Так Так Он меня в миллион раз Больше любит Чем я его люблю Это так Это Понимаете У нас есть Душевная любовь Мы знаете Любовь порой Душевностью мерим Но духовная любовь Это немножко другое Любовь Агапы Вы слышали Да Агапы Любовь Она другая И знаете И это был такой Как ветер любви И Господь Просто подходил ко мне И Господь Он Говорит Ну часто Чтобы мы Скажем Были Уповали на Слово Божие Он говорит Словом Божьим И В то утро Господь Меня научил И дал мне Два местописания Первое местописание Очень сильно И громко Зазвучало В моем духе Это Евангелие от Иоанна Насколько я помню Десятая глава А кто Ходит во двор Овчий Через Не через Там написано Дерлинка Как Да Не через дверь А перелазит Извне По русски Просто Тот вор И разбойник В этот момент В этот момент Он был Такой Облегчающий Для меня Знаете Как рентген Я знаете Что понял Что Во первых Это было Очень страшно И это Невозможно Сравнить С человеческими Страхами То есть Духовный Страх Когда Я читаю В другом месте В Библии Написано Когда люди Будут просить Чтобы скалы На них упали От гнева Анкция То есть Я понимаю Вы понимаете Что Бог Он Да он любящий Но Когда он Гневается Он есть Свет А свет Он просто Ну как Он убивает Тьму Он Он разрывает Тьму Если где-то Тьма есть То у тебя Проблемы Не из-за того Что Бог Как-то Не любит тебя Из-за того Что он просто Бог есть Свет Об этом Я буду учить Он есть Свет Если тьма Есть Если какие-то Темные Есть места В твоем сердце На тот момент Да были Темные места В моем сердце И когда он Подошел ко мне Это было просто Ужасно И когда он Это сказал Метописание Я Я как стал В ступоре Я так Испугался Что когда Ко мне приходит Искушение А ко мне приходит Искушение Как к нормальному Человеку Божьему Я вспоминаю Вот этот Вот эту секунду В моей жизни Это утро У Бабдуси Когда Иисус Подошел ко мне И сказал У тебя проблемы Потому что Это было как рентген Я ничего не смог Спрятать Знаете Как делают рентген Знаешь В больницах Ложат человека Ух Все Ты ничего не спрячешь Все видно Вот Знаешь Перед соседом Ты можешь спрятать Как дела Хорошо Нормально Ты можешь там Что-то Но перед Господом Это как Почему написано Очи В книге От Кавиль написано Очи его Как пламень огненный То есть огонь Он видит Все насквозь Он Ты не спрячешься От Бога Я стоял В этом положении Сказал Господь Не уходи Что мне делать Что мне делать И второе Местописание Которое Господь Дал Мне в тот Момент Это Псалом 26 4 стих Написано Одного И послушайте Меня Когда я стоял В том месте Интересно Сейчас попытаюсь Сказать Духовное переживание Как будто бы Рядом Стоял Давид Почему-то Знал Что это Стоял Давид И как будто Бог показал Мне его сердце Вы понимаете Что Давид Он не Скажем Он любил Бога Он любил Бога Очень сильно И он Когда писал Это Псалом Смотрите Одного Просил я У Господа Знаете Многие из вас Знают Этот Псалом Просил я У Господа Смотрите Давид Просил Значит Он тоже Потерял Как и я Понимаете Что Зачем просить Если бы он Умел это Он говорит Одного Просил я У Господа Того и Ищу Чтобы Все дни Жизни Моей Пребывать В храме Господнем Созерцать Красоту Господню По сути Давид Просил То Чтобы Быть В этой Комнате Каждый День Просил Потому что Потерял Просил Потому что Возможно Это не было Каждый день И более того Заметьте Он говорит Я Одного Просил Часто У нас Знаете В молитвах Вот этот Список А Давид Говорит А мне Только Одно Нужно И вы помните Иисус Марфи Сказал Одно Только Нужно Мария Избрала Благую Часть Воймите Что Христианам Вообще Христианам В классике Нужно Одно Первое Самое Главное Это Приходить В храм Господнем Ты скажешь Ну нету Где храм Ты храм Святого Духа Научись Поклоняться И знаете Тогда Это слово От Иисуса Это было Так Сильно Что Утром Когда я Я пошел Поспал Утром Когда я Проснулся Вышел из дома Я знал Что Что мне делать Я знал Что проблема Не во внешних Каких-то моментах Проблема у меня В сердце И меня В библейской школе Научили исповедовать Нужно исповедовать И я шел На остановке И сказал Одного у тебя Прошу Господь Того и ущу Чтоб все дни жизни Моей Пребывать в храме Господнем Созерцать красоту Господню И когда я это сказал Я понял Что этого не хочу Я понял Что Вдруг Моя внутренность Сильно Сильно Этого не хотела Я подумал Здесь надо работать Здесь надо работать Я каждый день Много раз в день Начал говорить Одного у тебя Прошу Того еще Чтоб все дни жизни Моей Мне пребывать в храме Господнем Созерцать красоту Господню Я начал молиться За это И это Начало приходить Мое сердце Начало Настраиваться Мы порой Как расстроенные Гитары Знаешь как Гитары Расстраиваются То же самое Дьявол хочет Нас расстроить Чтобы мы Звучали по жизни Коряво Знаете Но Господь Хочет настроить Каждого Чтобы каждый мог Скажем Красиво Исполнять Эту арию Для Господа Иметь Эту любовь Господу Нашему Иисусу Христу Иметь Личную Молитвенную Комнату Каждый День В своей жизни Как хотел Давид И как он просил И как он получил Вы со мной Сегодня Это главное В этом есть Христианство Ты Бог Молитвенная Комната Потом идет Ты Бог Церковь Ближние Твои Где ты В церкви Находишься Служишь Своими Дарами Все Это просто И это надо Исполнить Аминь Будьте Благословен Поехали